Жители микрорайона ТЭЦ-3 недовольны проектом планировки территории. В четверг в мэрии прошли общественные слушания. В настоящее время специалисты определили, что дорожная сеть на ТЭЦ-3 в неудовлетворительном состоянии. Есть проблемы с нехваткой парковочных мест, водоотведением. В целом в проекте отражены направления развития, которые в последующем проектные организации и инициативные граждане могут использовать для подготовки проектов капитального ремонта, проектов благоустройства и строительства зданий. Для жителей конкретно микрорайона наши предложения могут быть полезны в плане участия в разных программах, а также в контроле развития своих территорий. Проектом предусмотрено капитальное строительство на нескольких свободных площадках. На них планируют разместить многоквартирные дома и торговые объекты. Отдельно обустроят парковки. Однако жители в один голос просят не застраивать площадку девятого дома. Несколько лет назад здесь был сквер. ТОС самостоятельно организовал зону отдыха. Нами были произведены клумбы, посадки деревьев, цветники были. Мы участвовали во всех конкурсах. В администрации у нас есть грамоты. Цветники были очень красивые. Сейчас, по словам местных жителей, сквер запустел. Воду для ухода за зоной отдыха отключили, а новые магазины и вовсе отбили желание там прогуливаться. Жители всерьез опасаются возведения новых торговых объектов. По плану проекта это место действительно собрались отдать под торговлю. На просьбу жителей построить новый детский сад или школу вместо никому не нужного магазина. Специалисты однозначно ответили отказом. Для этого участок слишком маленький. Если там действительно не благоустраивается территория, если даже она благоустраивается, но не имея на то законных оснований, то этот участок должен быть использован законным образом под те или иные цели. Магазин не хотим, значит многоквартирный жилой дом может предложить. Тем не менее, в проекте зона отдыха есть. Ее предлагают обустроить вдоль одного из водных объектов. Мы предложили развитие территории вдоль ручья, что намного приятнее гулять вдоль водного объекта, чем рядом с домами. Эта зона обозначена, внесена предложением в генеральный план по развитию благоустройства вдоль ручья. Альтернатива никого не порадовала. Как выяснилось, в ручей сливают канализационные отходы. Потому и прогуливаться там тоже не захочется. В течение 15 дней программу планировки будут прорабатывать. Все предложения жителей учтут. Окончательно утвердит проект глава города. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.